В приюте для животных в пригороде Самары содержится более 100 собак и около 40 кошек. И если последние ютятся в теплой комнате, то псы обитают в вольерах на улице. Чтобы животным было тепло и комфортно, а также чтобы удобнее было очищать их жилища, сотрудники приюта используют в качестве подстилки, опилки и измельченную древесину. В зимний период времени очень помогает для чистоты в вольерах. В осенне-весенне, так как грязь, оттепель, выпадение осадков, это очень хорошо помогает справляться с грязью. Приюту требуется до 50 мешков опилок в сутки. Приходится регулярно обращаться на соседнюю лесопилку. Но в этом году приют ждет особенный подарок. Животные получат целый контейнер переработанных вольных деревьев. Презент подготовили специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Доробят елки с помощью специального аппарата, который может переработать до 100 небольших деревьев за час. Перед тем, как отправить елки на переработку, рабочие специально очищают деревья от всего лишнего. От пакетов, салфанов и оставшейся мишуры. Так щипа получается более чистой и экологичной. Специалисты уже собрали 1500 елок. Региональный оператор вывел на линию дополнительные машины, которые по специальным маршрутам подбирали на контейнерных площадках праздничные деревья. В этом году была очень большая активность граждан, за что им большое спасибо. Многие управляющие компании, товарищества собственников жилья направляли нам заявки и говорили о том, что они организованы в какой-то конкретный день, в конкретном месте, будут складывать елки. И давали заявку на вывоз. Это значительно упростило работу. Полезное вторсырье передадут не только животным. Также щипу для своих дачных участков смогут набрать и жители Самары. Она с точки зрения органики служит хорошим, богатым, неким покровом в качестве удобрения. В какое время и по какому адресу можно набрать еловых опилок, самарцам сообщат дополнительно. А пока сбор елок с контейнерных площадок будет продолжаться. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.